Друзья, всем привет! Ну, конечно, я все-таки забыл несколько человек и хочу зато сейчас особое внимание к ним привлечь. Вот, так что, так сказать, нет худа без добра. Хоть и забыл, зато сейчас вот с особым обхождением назову их. Александр Золотухин, спасибо тебе огромное за то, что ты меня всегда ждешь у тебя в студии. Спасибо за помощь, за видеозаписи, за все, за поддержку. Максим Коваль, спасибо тебе за то, что весной ты так сильно меня поддержал, когда непонятно, что происходило, и все гастроли отменялись, и я стал у тебя в Школково вести веселые и увлекательные занятия. Ну и, наконец, Ваня Селиванов помогает мне во всем, а не только в канале. Всем троим огромное спасибо. Если кого-то еще вспомнил, тоже расскажу. Дорогие друзья, привет всем! Это ролик, который мы должны были опубликовать очень давно, но, как обычно, все задерживается. И вот сейчас я хочу представить вам Никиту Понкина. Привет, Никита! Добрый день! Никита, первокурсник Пермского, Государственного научно-исследовательского университета. Примерно так, да. Меня учили говорить слово Перм. Перм, но когда прилагательный, там твердый. Пермского, да, все-таки? А-а-а, опять я ошибся. Значит, Никита попал к нам на канал, решив задачу, которую мы дали в апреле, в комментариях к какому-то из видео. В общем, несколько месяцев назад, полгода с лишним назад, дали задачу. А задача формулировалась так. Придумать какое-нибудь число, да? Ну, вот я напишу его как-нибудь, там, x, y, z, t, там, h, ну, неважно. В общем, какое-то число. Такое, что при умножении, ну, вот это вот цифры, короче, это цифры, это вот циферная запись. При умножении на какое-то k получается то же самое практически, только перемешанное. Ну, там, грубо говоря, вот это число, да, той же самой длины должно быть, что и бывшее здесь. И состоять в точности из тех же самых цифр. Ну, и, как бы, чем больше таких чисел придумать, тем лучше. Ну, в комментариях было несколько вариантов ответов. И я всех ждал на канал. И, на самом деле, продолжаю всех ждать на канал. Но вот пока откликнулся Никита, мы договорились, долго договаривались о дате, потому что нужно было, чтобы Никита из Перми приехал сюда, в Москву. И вот, наконец, я представляю Никиту. И он сейчас расскажет свое решение. Но так как частичное решение, которое расскажет Никита, содержит в конце большой перебор, то в некоторый момент я подключусь и расскажу, как завершить эту задачу с не очень большим перебором. Да, я сам заинтригован, потому что я не знаю, на самом деле, как это будет происходить. А сейчас я вас оставляю с Никитой. Внизу ссылка на его контакт. Ну и, в общем, прошу любить и жаловать. Никита Понкин. Ну, в общем, на самом деле, когда видишь такую задачу, если у тебя есть какой-то опыт в олимпиадном программировании, я вот являюсь таким человеком, хоть и небольшой опыт, сразу приходит идея сделать перебор, естественно, в каких-то рамках, да, небольших. Ну и посмотреть, есть ли вообще такие числа. После этого, когда ты понял, есть они или нет, уже эта задача, если мы говорим на олимпиадном языке по программированию, она сводится к оптимизации перебора, чтобы там не n квадрат чисел перебиралось, а там какое-то меньшее количество, чтобы программа работала быстрее. Но мы сейчас не об этом, мы о математике. У нас нет под рукой компьютера, да, скажем, для решения этой задачи. И нам интересно было бы как-то дельным способом, да, не тупым перебором, не тупым угадыванием нащупать это число. Ну, как это можно сделать? Задача, которая сформулирована, ее очень сложно, на самом деле, записать как-то не на полдоски, скажем так. То есть там достаточно много условий. Неизвестно, сколько у нас цифр в числе, поэтому я решил ее ограничением, да. То есть я рассматриваю только четырехзначные числа. То есть у нас есть некоторое четырехзначное число, которое мы умножаем на какое-то натуральное и получаем в итоге... А что мы получаем? Ну, можно выбрать любую комбинацию цифр, но я решил выбрать такую достаточно красивую. Ну, здесь появляются как бы две оси симметрии, можно, да, так сказать. И Y меняется с X, а Z меняется с H. То есть получается в итоге Y, X, H, Z. Вот так вот. Да, можно, конечно, усомниться в том, что существует такое число, но там... Я когда решал, я уже знал, что оно существует, и это меня очень удивило. Но допустим, что мы такие математики-романтики, мы просто в это верим, да, и это там часть нашей веры, и мы как бы будем решать эту задачу. Ну, то есть сразу мы расписываем это число по цифрам, то есть это, если разряд тысячных, мы пишем 1000X, потом, естественно, 100Y, 10Z плюс H. И все это умножается на K, а в итоге мы получаем 1000Y, 100Z, ой, 100X, 10H и Z. Так, ну и дальше, естественно, нам нужно сделать какую-то манипуляцию, чтобы более компактный вид это приобрело. Можно сгруппировать слагаемые с Y, с X, Z, H попарно. То есть, если я тут возьму X-овый, то мне можно вынести 100X. Получится 10K остается. Справа я беру, ну, тут ничего не остается, 1, получается. Потом я группирую те, что с Y, то есть выношу 100Y, умноженное на 1, умноженное на K, 1K минус 10, получается. Потом группирую те, что Z, это просто Z получается, потому что тут она одна стоит. Z умножить на 10K минус 1. И такое у нас уже есть, то есть группировка получается удачная. И остается H, то есть это. Тут не влезет, поэтому лучше переместить на следующую. Тут чуть-чуть можно, в принципе, K минус 10. Ну тут да, опять K минус 10 идет. Вот, и у нас получились вот K минус 10, K минус 10, 10 K минус 1, 10 K минус 1. Ну и мы просто, ай, там равно нулю не влезло. Ну ладно, я же. Слева напишешь что-то равно. Ну, можно, да, слева. Ага. Ну вот, и мы просто выносим то, что стоит при 10K минус 1, это то есть 100X плюс Z Да. умножить на 10K минус 1. И 100Y плюс H. умножить на K минус 10. Совершенно верно. Ну и здесь скобочка. Да, скобка 0. И дальше фокус такой с небольшой оценкой получается, что вот это, ну так как это цифры, они лежат от 0 до 9, десятичные цифры, тогда вот это выражение, оно на самом деле строго больше нуля. Здесь Более того, X это первая цифра, она не уединица. Да, она может быть только единица. Ну и Y получается тоже должна быть только единицей. от единицы до 9. Поэтому эти вообще трехзначные. Вот. И ну это аналогично тоже больше нуля. И тогда мы получаем, ну тут на самом деле тоже больше нуля, потому что нас, ну ноль нас не интересует. не, ну K это вообще как бы единица даже не интересует нас. Да, логично. Тем самым это слагаемое конечно будет отрицательно. И нам, что нам это дает? Нам это обеспечивает в общем-то конечность нашего перебора, что мы будем, ну как перебора, то есть как я решал перебор, а мне это обеспечило то, что я решу вот этот частный случай, я переберу там от 2 до 9 получается и смогу сказать там, если я нашел такое число, значит ура, я решил не нашел, ну значит таких чисел вот нет, которые из четырех цифр состоят. Ну а как дальше делать перебор, расскажет гуру Алексей Владимирович. Сейчас будет делимость, делимость. Значит, Никита еще, вы как бы, так сказать, Никита еще увидите на канале, потому что кроме этого сюжета, мы же обещали еще любимый сюжет, каждому, поэтому Никита еще разберет, ну в следующем, как в следующем появлении, там не в этом ролике, а когда-то еще на канале, вы увидите Никиту, он разберет задачку от начала и до конца, я уже не буду мешать, я не буду, как это, встревать, а вот здесь я, пожалуй, встрянул, потому что действительно, так как k меньше 10, у нас речь идет о том, что если мы перевернем это и направо кинем, у нас получится вот такое вот замечательное равенство, 100x плюс z, на 10k минус 1 равно 100y плюс h на 10 минус k. И нам нужно понять, что это равенство означает. Значит, я хочу заметить, что, согласно основной теореме арифметики, здесь и здесь одинаковые простые делители должны быть. это одно и то же выражение. В частности, если k равно 3, например, то здесь вытекает 10 минус 3, это 7, и, значит, получается, что на 7 делится либо это, либо это. Но при k равно 3, это что такое? 29, оно на 7 не делится. Поэтому при k равно 3, вот это должно делиться на 7, а вот это должно делиться на 29. Вот. Потому что это одно и то же разложение. Также разбирается, на самом деле, то есть перебор здесь очень умный, он, так сказать, состоит в том, что каждый раз, когда вы зафиксируете какой-то k от 1 до, от 2 до 9, у нас 8 вариантов, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Других вариантов нет, 1 здесь как бы по условию не рассматривается, а десятку уже, как бы уже можно видеть, что ничего не выйдет. И вот эти 8 вариантов, при каждом из них получаются свои законы делимости. Но потом я еще дальше сократил все, заметив еще одну тонкость. Вот такую. Так, давайте я сотру все, кроме того, что нам хочется увидеть, а именно, так, y, z, вот я вместо этого верхнего сейчас напишу то, что нам нужно найти, вот то, что Никита ограничил поиск, тем, что k умножить на x, y, z, h, равняется y, x, h, z. Вот. Вот это я сохраню, а остальное пока сотру и покажу, как максимально упростить перебор. Максимально, то есть сделать его максимально коротким на основе свойств делимости чисел. вот. Так, так, сейчас мы это все удалим и вот на этой территории проанализируем вот это уравнение. Так, 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 так. Так, если бы мы были этими, как это называется, перфекционистами, да, то мы бы продолжили все это стирать. я думаю, что мы на это просто забьем. Тут какие-то полосы остаются. Бог с ними. Итак, итак, заметим, что теперь можно это записать в следующем виде. 10К минус 1 разделить на 10 минус К равно 10Y, 100Y плюс H делить, так, сейчас, замена игрока, до делить на 100 X плюс Z. Так, а теперь смотрите вот внимательно, что это такое. Это Y0H, вот такое вот трехзначное число, потому что эта цифра, мы ее умножаем на 100 и прибавляем еще одну цифру. Поэтому внутри 0 и по краям YH. А здесь, соответственно, X0Z. Это не буква О, это цифра 0. То есть это числа типа там 703, 105, 207, вот такого рода. И их отношение таких двух трехзначных чисел, заметим, что Y и X отличные от единицы, отношение двух трехзначных чисел должно быть равно вот этой величине. И оказывается, что на самом деле вариантов всего 3, потому что отношение трехзначных чисел не может быть больше, чем 10. больше, чем 9 даже не может быть. То есть самое большое отношение, которое в принципе реализуемо здесь, это когда здесь написано 909, а здесь 101. Самое большое трехзначное число вида что-то, ноль, что-то. Делить на самое маленькое, это девятка будет, 909 делить на 101. Это значит самое. И поэтому нужно лишь посмотреть, при каких к, вот эта штука, вот это выражение, 10k минус 1 делить на 10 минус k, значит, оно меньше или равно 9, то есть получается вот такое вот соотношение, вот, что нам дает 19k меньше или равно 91, а это означает, что k не достигает даже 5, потому что 95 делить на 19 равно 5. Поэтому k принимает только 3 возможных значения. 2, 3 или 4. И в каждом случае нам нужно выписать вот это равенство и посмотреть, какие законы делимости нам что продиктуют. Понятно, да? То есть в силу вот этого вот уравнения остаются только 3 варианта для k, а каждый из этих трех вариантов приводит просто к своему уравнению и вот здесь у меня уже подсказка написана, как эти уравнения решать. Вот она у меня здесь есть. Тут уже нужно будет некоторый перебор, но он тоже будет не очень большим. Поехали. Выписываем k равно 2, смотрим, что получается. k равно 3, смотрим, что получается. И k равно 4. Так, а по-моему, можно, кстати, вот так, да, стирать. Чика-чика. Вот так. Чика-чика. И все, он будет стерто. Точно. Я уже забыл. В тот раз мы так и стирали. Правильно? Этим же мы стирали. Правильно? Во. Спасибо. Ну вот, поехали. k равно 2. Что нам дает k равно 2? Дает такое равенство. x, 0, z, число трехзначное, умножить на 19, равно y, 0, h, трехзначное, умножить на 8. 8 и 19 взаимно просты. Поэтому из этого сразу следует, что x, 0, z делится на 8. Восьмерка должна входить в это разложение. Сюда она никак, ну, то есть, дважды дважды два должно входить в это разложение, а 19, значит, не содержит никаких этих дважды дважды два. Значит, все они живут здесь. Ну и то же самое, что оставшуюся часть делится на 19. Линейный диафан. Конечно, это линейный диафан в чистом виде. И, ну, как бы, на самом деле, вот теперь уже перебор будет не очень длинный, потому что нужно лишь перебрать. Да, но еще оценка. Какая еще оценка? Вот, как бы, x, x, он не превосходит четырех, потому что уже 500 с лишним умножить на 19 восьмых это больше, чем 1000. Поэтому трехзначное число уже здесь не получится. Вот. Поэтому вот это вот x, оно меньше или равно 4. А что касается y, y у нас, значит, y, ну, только вот двойки. В принципе, да, y больше или равно 3. То есть, тут вариантов очень много. Вот. Тут вариантов очень много, потому что единственное, что мы можем сказать, что y не двойка. Вот 200, 209 даже, да, если умножить на 8 поделить на 19, будет меньше 100, поэтому здесь не может быть трехзначное число. Но нам этого вполне достаточно. На самом деле, на 19 делится только три числа вида вида y0 что-то, начиная с 300 0 что-то. То есть, вот это вот уже как бы, проверить, какие из них делятся на 19, это очень быстро. Это операция, так сказать, я ее без всяких компьютеров делал, увидел, что есть вот такие числа, 304, 608 и 703. Вот это вот полный наш, вот 100% полный горизонт наших, так сказать, переборных событий. Больше ничего не надо делать, потому что все остальные числа вида звездочка 0 звездочка на 19 не делятся, начиная с числа 300. Ну и мы получаем для каждого из них, что значит, 304 делить на 19 равно 16, то есть, это означает, что это означает, что если мы поделим, да, мы получим, что x 0 z, тогда равно, то есть, вот это мы поделили, да, 304 делится на 19 и остается как раз x 0 z будет равно как раз 8 умножить на то, что у нас получилось, то есть на 16. Да, сейчас, что-то у нас все три маркера куда-то исчезли, все три маркера исчезли, так, вот так, да, мы сделаем, ну, а это число это 144 и оно не имеет должного вида, поэтому этот случай у нас готов, дальше, значит, 608 делится на 19 равняется 32, тогда x 0 z равно, соответственно, что там, 8 на 32, да, вот, 8 на 32 тоже ничего не, ой, сейчас, секунда, я тут неправильно, 128, да, а это 256, но сути не меняет, да, не там, не там не получается, вот, ну и последний вариант, соответственно, у нас остается 703, 703, 703 делить на 19 равно 37, ну и 37, соответственно, умножить на 8 равно 226, тоже ничего не выходит, нигде здесь нет нуля посередине, поэтому случай k равно 2, полностью разобран, и никаких новых случаев, никаких случаев, точнее, никаких случаев вообще исходного вида, вот такого он не дает, следующий k равно 3, я его так, как бы быстренько разберу, потому что очень все похожее, просто нужно посмотреть, какое уравнение получится в результате, а так все будет очень похоже на то, что уже было, тоже нужно будет проверять делимость тех или иных чисел на этот самый, на какие-то простые числа, и мы с этим быстро справимся. Итого, при k равно 3, получается следующее уравнение, x0z умножить на 29, равняется y0h, умножить на 7, вот, и, соответственно, у нас получается, что вот это x0z делится на 7, а вот это y0h делится на 29, вот, ну и, соответственно, еще тут как бы перебор совсем короткий по следующей причине, уже тройка в качестве x не годится, потому что уже 3, ну вот 300, если я умножить 300 на 29 и получу на 7, уже будет больше 1000, поэтому уже не выйдет, а значит x равен 1 или 2. Ну и нужно перебрать все такие числа, которые начинаются на 1, 0 и 2, 0, которые делятся на 7. И здесь перебор вообще совсем маленький, вот он, все возможности это вот такие. Вот, ну и, значит, в первом случае, соответственно, у нас получается 105 на 29 равно неизвестное число на 7, а во втором 203 на 29 равно неизвестное число на 7, ну и вот опять, соответственно, деля на 7 в обоих случаях, мы получаем, что неизвестное нам число y0h должно быть равно либо 15 умножить на 29, либо, ну, собственно, вот мы и решили, либо 29 на 29, 29 в квадрате. Вот это 435, а это 841. Опять ничего не вышло. Этот случай полностью разобран тоже. Значит, самая последняя надежда, единственная наша надежда, которая у нас остается, это надежда на k равно 4, потому что никаких других вариантов, как мы доказали, быть не может. При k равно 4 получается уравнение x0z умножить на 39 равняется y. Так. Так. нажимается и включил. Так. Подумаю, он парил. Нет, этот все равно, он уже кончился просто. А вот этот, кажется, будет писать от нажатия, да. Этот, видимо, уже умер. Так. Равно y0h, ой, да, умножить на 10 минус 4, то есть на 6. Здесь идет сокращение на 3, получается, что это то же самое, что у меня ничего не получается, ничего, ничего не пишет. x0z умножить на 13 равно y0h умножить на 2. Ну, а теперь уже перебор совсем, соответственно, у нас получается коротенький, вот, потому что, потому что, потому что это, в этом случае x может быть равен только 1. Единица, если 2 умножить на 13 и поделить на 2, да, уже будет 1300 с чем-то, то есть 200 с чем-то умножить на 13 и поделить на 2 уже больше 1000. Поэтому x это единица, 1, 0 что-то, да, звездочка, вот, делится на 2, ну, у нас там опять получается несколько вариантов перебора, вот, и, ну, можно еще привлечь информацию, что y0h делится на 13, вот, и там тоже, значит, а так как y не меньше, чем 7 у нас, да, в этом выражении y не меньше, чем 7, вот, и там тоже очень небольшой перебор получается, вот, ну, в общем, 702 это единственный вариант, который нас устроит, получится 2 на 702 равно 13 на 108, вот такое выражение действительно имеет место быть, и это единственный вариант при единственном капре, k равно 4, ну, и вот, соответственно, это получается 1400, да, 4, равно 1404, и мы можем восстановить все остальные цифры, да, а именно x это 7, так, нет, извиняюсь, x это то, что здесь стояло, x равно 1, дальше y равно 7, z, где у меня было, z при x, z равно 8, и h равно 2, вот, и получается ответ, который я напишу новым фломастером, вот здесь 1782 умножить на 4 равно 7100 28. Никита, огромное спасибо тебе за ролик, за решение, которое, ну, вот, на самом деле делается с перебором шести вариантов. Ну, я на самом деле перебирал тоже до 4k, но я не выделил просто пограничения. то есть написал, что k, или ты дальше просто, ну, то есть здесь мы доказали, что для k больше 4k уже быть. Да, что больше 4k не может быть. Не может. Но, на самом деле, дорогие друзья, вот есть много других ответов, как я понимаю, и очень длинных ответов из другими k, и, конечно, сколько всего вариантов в этой задаче ответов, я даже не знаю, конечно, или количество, если честно, но вот в комментариях были указаны еще некоторые другие варианты. Ну, вот интересно было бы, конечно, каталог составить. это самое красивое. Ну, это такое, да, мне кажется, даже, это красиво, остальные связаны с каким-то перебором, вот уже действительно галимом, а здесь выводится уравнение, которое приводит к свойствам делимости, то есть оно как бы арифметика, да, арифметика делимости, основная тюрема арифметики, поэтому мне эта задача очень понравилась. Вот. Вот так. Всем пока. Пока.